Давно я не была в МНС. Марк и Спенсер, вы видите, да? Магазин. Очень популярный у англичан. Посмотрите, здесь парковка вся заставлена, просто вся. Здесь нужно парковаться два часа свободно. Вот, короче, решила я приехать. Раньше мы с мужем здесь всегда отоваривались, когда он был жив. Вот. Его жена покойная, она работала 40 лет в компании Марк и Спенсер. Они получали пенсию очень хорошую. Вернее, она получала потом, когда она умерла, выплачивали мужу, как оставшемуся в живых супругу. Долго выплачивали. По-моему, 8 лет. Вот. Ну и у него были скидки здесь по 20%. Карточки ему остались со скидками все. Он их пользовал. А вообще, это считается одним из самых дорогих магазинов. Я здесь 100 лет не была. Ну вот, давайте мы с вами зайдем и посмотрим немножко. Вот эти вот бакланы сумасшедшие почему-то на крышах любят сидеть. Вот. Я пришла на парковку. Да, она даже не боится. Пока я парковалась, стояла. Ну, что ты тут хочешь? Расскажи мне. Ой-ой-ой. Может, тепло от машины. Может, ждет, что кто-то что-то даст. Но вот скачет по крышам. А я вам поближе показываю Марка Спенсер, который сейчас пойду. Он у нас в Ньюпорте, вы знаете. И ехать мне далеко до него я не очень-то люблю. Хотя тут вот и Моррисон рядом. И еще одна чайка прибежала. Может, дать ей что-нибудь. Сидела до последнего, пока не тронулась машина. Какие они интересные. Что тебе, дать что-нибудь? Чучелка. Чучелка-манучелка. Вот не бояться совсем. Ну, что? Знаете, я человек мясной. Говорят, это по группе крови определяется. Первая группа, все мясные. Так вот, я уже, наверное, больше трех лет не заходила в МНС. Это МНС. И мы с мужем здесь всегда покупали стейк, ром-стейк. 7 пунктов, максимум 8 они стоили. Вы обратите внимание на цены сейчас. Я просто офонарела. Вот это вот сериан стейк 17 фунтов. Вы представляете? Вот этот стейк 11. То есть 28 фунтов за килограмм. Это получается, знаете, сколько? 2800 за килограмм говядины на русские деньги. Вот самый дешевый сериан стейк 9,66. 22 фунта за килограмм. Вот это вот ром-стейк 20 фунтов за килограмм. Вот эти два кусочка 8,70. Вот здесь вот это какой-то вообще стейк за 31 фунт. Смотрите. Просто офонарей. Вы знаете, вот я вот эти, наверное, возьму за 8 фунтов. Да и то это для меня, в общем-то, дико дорого. Вот один стейк органик. Сирлиан опять 7,53. 30 фунтов за килограмм. Друзья, я просто офигела. Как это говорят. Что и как здесь можно... Ну, невозможно. Как дорого, слушайте. Вот ром-стейк 17,40 за килограмм. Я имею в виду. А вот, пожалуйста, филе стейка. 48 фунтов за килограмм. Это мясо говядины, да? Понимаете? Вот 40 фунтов за килограмм. Таких цен я не помню. Вот считается ром-стейк, как бы дешевенький, да? 27 фунтов за килограмм. Вам видно, я надеюсь? А то можно не поверить. Вот, посмотрите. Это что-то я вообще не поняла. Или ошиблись? Тут написано. 60 фунтов за килограмм. Да, точно. 60 фунтов за килограмм. British Collection. Ну, это 6 тысяч, да? Вы понимаете. Это немыслимо просто. Ну, вот. Все проходят мимо с ужасом. Хотя уже, наверное, они и привыкли. Это я первый раз зашла. За три года вот так подняли сцену. Да, вот когда-то это кафе в МНС. Оно было очень прилично. И здесь самое вкусное кофе капучино продавалось. Вот я зашла. Давно я здесь не была. Но вот мои зрители, мои подписчики постоянные, они мне все время... Они мне все время говорят о том, что... МНС вот лучше намного. Сказать по правде, я... Вот пробую сейчас это кофе. И это уже совсем не то, вы знаете. И даже сервис не тот. Вот никакого, ни печенюшки не положили. И даже вот красивенько не сделали верху. Обычно посыпают, знаете. Самое интересное, что я купила еще и... Решила купить вот такую вот плюшку с сыром. Они мне даже тарелочку не дали. Нет, друзья, это просто какой-то кошмар. Как все изменилось. Все хуже и хуже с каждым годом. Все дороже и хуже. Ну вот вы видите, что у нас сегодня 12 ноября. Уже елки везде стоят. Скоро... Крисмашин. Вообще, вы знаете, англичане, они, конечно, юморные. Со своим юмором порой. Я давно не была здесь на парковке. И думаю, надо переспросить. Мало ли что, тут у них запросто можно на штраф напасть. Ну и подошла, там стоят два мужчины. Я говорю, извините, пожалуйста, подскажите мне здесь правильно, я думаю, что здесь свободная парковка. Они мне говорят, да, два часа свободно. Ну и только должны нам 5 фунтов заплатить за информацию. Все. Ай, я не могу. Это так вообще-то так смешно. Меня так развеселило. Такие, знаете, безобидные такие шутки. Но поднимающие настроение. Ну вот, друзья, принесла я. Самой все свои покупки уместились вот в такую малюсенькую сумочку. Обычно я вообще беру, знаете, огромную такую сумищу. Ну хорошо, давайте мы посмотрим, что я сегодня купила. Ну вот багет. Соблазнилась я французским багетом. Он был горячий. Пока я его привезла, он уже, конечно, остыл. Так, вот я купила молоко. Видите, МНС тоже. Марк и Спенсер вот написано. И буду пробовать. Может быть, лучше качество. Говорите мне, что лучше качество. Будем сейчас пробовать все. Так, значит, что еще я купила? Вот я купила тунец. Тунец в Санфлава Оле в подсолнечном масле. Наверное, вам, наверное, сразу озвучивать надо цены, да? Сохранила я чек. Вот он. Все, что я купила сегодня. 32 фунта. Вот за эту малюсенькую сумочку. Это ужас, конечно. Ну вот тунец я нашла. Фунт 60. Вот эта малюсенькая баночка. Так, дальше. Это я купила имбирь. Ну вот несколько кусочков. Пока он свежий, я его везде добавляю. Я беру малюсенькими кусочками. Он стоит 5,75 за килограмм. Вот. Дальше я купила вот такой вот весенний лук. 50 центов. Дальше я купила вот этот вот яблочный уксус. Я его для похудания пью иногда. Дальше я купила вот такое вот масло. Это сезам ойл. Из семян кунжута. Да? Правильно я говорю? Кунжутное семя. Вот я его утром натощак пью. По-моему, вам уже рассказывала. Оно еще не всегда бывает. Так, значит, вот кунжутное семя у нас вот такая бутылочка. 250 миллилитров стоит 2,50. Но вот этот вот тоже не дешевый. 2 фунта стоит уксус яблочный. Так, этих я сразу два купила. Потому что мне нравится. Вот в МНС я купила мед. Попробую тоже. Обычно я покупаю все это в Теско. Буду пробовать. Может быть, действительно лучше. Но вот стоит этот мед. Вот фунт 50 баночка. А в Теско, по-моему, она стоит фунт 10. Но не акции разница. Так, я купила еще немножко морковочки на развес. Может быть, она сразу не испортится, как я рассказываю вам. Все портится у меня. И я купила еще вот такой вот. Как вы видите, в таких упаковочках у них хороших. Сейчас это даже замечательно, что это все бумага. Хоть не портят окружающую среду. Вот такую купила капусту брокколи. Она дороже. И дороже намного. Вот этот обычно 45. Даже крупнее обычно. Вот такой вот стоит 45 вилочек в Теско. А здесь он стоит 70 пенсов, я имею в виду. Ну, почти в два раза. И самое главное, то, что я вам показала, конечно же, это вот эта вот говядина. Но это ужасная цена. Я до сих пор поверить не могу. Вот я купила за 20 фунтов. За килограмм 435 грамм. Здесь 8,70. Две порции. Грамм стейк. Тихий ужас. Вот и все, что я сегодня купила. Ничего особенного я не купила. Ну, молоко, хлеб, какие-то овощи, масло. И вот единственное, что это, конечно, это огромная стоимость. Мясо. Ну, куда без мяса. И вот эта вся вот ерунда такая. Тридцать два фунта. Это три тысячи двести. Ну, это ужас. Я вот сразу хочу показать. Вот это вот говядина. Видите, это тоже говядина. Бритиш биф. Тоже стейк. Семь фунтов за килограмм. Всего лишь навсего. Вот это вот два огромных куска. 4,87. Но это около дела же ведь уже, правильно, да? Это в Моррисоне. Вот. Такие разные цены. Видите, Моррисон здесь написано. И я купила в Моррисоне еще кусочки свинины. Вот они. Порк-чоп. Два фунта стоит. Совсем дешево. Вот за два фунта я и купила. Вот это вот почти килограмм тут. Ну, это еще нормально. Я же говорю, что Марк и Спенсер цены просто какие-то заоблачные. Ну, вот не знаю, как, что вам даже и сказать по этому поводу. Хотела я купить там сыр. Ну, что-то я сыр, по-моему, я вообще-то покупала. А куда он делся? Не знаю. А, да, слава богу. Хорошо, что вспомнила. Вот я купила. Ред Фокс, Красный Лис. Сыр. А, что тут за сыр, даже не знаю. Это тоже Марк и Спенсер. И что-то не резко. И здесь 250 грамм упаковочка. Стоит он 2,50. Дорого, недорого, сами смотрите. Вообще этот Ред Фокс, он нравился мне. Мы его все время брали раньше с мужем. Показала все теперь. Слава богу, что достала. Он у меня, оказывается, я его бросила в свой рюкзачок. И он там у меня внизу. Я его забыла. Сыр, я имею в виду. Ну, в общем, я попробую все эти продукты. Вот мясо так вообще есть. Прямо сейчас сжарю этот стейк. Потому что я не люблю перемораживать. И вам расскажу, насколько разница. А, кстати, сейчас прям и пожарю. Всего далеко ходить. Сейчас пожарю, вам расскажу. Этот дорогущий рамстый. А имбирь с медом, вы же, наверное, знаете, для чего я купила. Я делаю туда тру имбирь. Вот это вот все на блендере со своей калиной. Я ее перебрала, помыла. Добавляю мед, имбирь. Ну, вот это, наверное, будет маловато меда. Может быть, еще добавлю немножко сахара. У меня диабета нет, проблем нет. Посмотрю. И получается очень хорошая вещь. Вот такая баночка тертая. Добавляю в чай постоянно. Очень вкусно. Она, кстати, классно мочегонная. Что для меня замечательно. Ну, знаете, наверное. Кто не знает, пользуйтесь, пожалуйста. Все рассказала. Вот такой у меня получился поздний ужин. Смотрите. Я, наверное, еще сделала соус грэви. Но что-то он у меня получился какой-то слишком уж густой. Но я люблю соусом грэви поливать. Эту говядину рамштейц. Попробую. Пар идет. Камера запотевает. Ну, вы знаете, друзья, конечно же. Во-первых, с грэви соус очень вкусный. Ну, и во-вторых, конечно же, очень. Очень вкусно. С грибочками моими из леса. Опятами. Вот так. Конечно, вкусное мясо, сочное. Но цена просто обалдеть. А, кстати, я говорила вам, да, что мясо... Кто любители мяса? Мясо-любители это люди с первой группой крови. Если у вас первая группа, то вы мясоед. И даже не рекомендуется вам... Никакие диеты... Никакие вегетарианцы из вас не получатся. Так. А еще мясо бывает разной степени прожарки. Вы тоже знаете, да? Бывает... Бывает... Well done, когда хорошо прожарено. Бывает... Good. Good. Просто обычно... А, middle. Называется middle. Давно не была в ресторане, уже и забыла. А бывает... Bled. С кровью. Вот у меня, кстати, здесь, посмотрите. Bled. Я люблю. Но с кровью мясо нужно есть сразу... Сразу же горячее. Потому что иначе... Сами понимаете... Мало ли что. Я попыталась показать вам... Свой ужин. Но теперь, конечно же, надо наслаждаться. Уж коль скоро я... Уж коль скоро я купила такое дорогущее мясо. Вкусно. Обалденно. Вот так, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.